Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Когда я снимала видео, как формировать томаты, то некоторые, ну как написали, что они так и делают. Некоторые вообще ни разу не делали, сказали спасибо за этот метод. Но вот одна женщина поинтересовалась, а в открытом грунте вы тоже так же формируете, там в один, два, три ствола. Я ей ответила, что все зависит от сорта. Сейчас я наглядно покажу, как вы можете узнать. Вам томаты сами подскажут, как формировать, во сколько стволов. Это очень индивидуально и каждый томат как хочет разной формировки. Вот смотрите, вот этот куст я специально отвязала, чтобы показать вам. Вот я его здесь немного как удалила листья, дальше уже идут листья. И видите, вот здесь вот у цветочной кисти он сам раздваивается. До этого были маленькие пасынки, маленькие-маленькие. И после этого идут вот такие маленькие пасынки, которые видно, что из него никакого ствола ни третьего, ни второго не получится. А вот этот именно пасынок, он уже как полноценный равноправный ствол. Его даже не отличишь. Вот этот томат сам словно говорит вам, что меня нужно в два ствола формировать. Все, нету больше тут третьего никакого. И один не получится, потому что они раздваиваются на два. Все, вы этот томат ведете дальше в два ствола. Есть другой вид, другие сорта. Вот смотрите, вот такой же томат, такой же толстый ствол. Тут маленькие пасынки, которые явно, что из них ничего не будет. Тут дальше, вот тут дальше маленькие пасынки. Вот я его сейчас удаляю. И видно, что никакого второго полноценного ствола он не дает. Он не хочет двух стволов. Он как бы вам говорит, я хочу один ствол. Это ствол единоличный, никаких тут равноправных, равноценных ему нет. И он так будет идти у меня в один ствол. Вот эти пасынки я обрежу маленькие. Вы видите, ствол идет, 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 идет до самого конца. Все. Вы его иначе никак не сделаете. Он будет только в один ствол. Сейчас покажу еще пример. Вот специально отрезала. Вот смотрите, тут он раздвоился сразу. И тут же, недалеко от этого места, уже полноценный третий ствол. Вот они стоят, если сейчас вот так их... Они прям три ствола. Этот томат возможно формировать в три ствола. Полноценных три ствола будет. И остальные пасынки вы будете удалять. Но дело в том, что остальных пасынков, вы видите, даже нет в пазухах. Их нет. Все они выросли, три ствола. Тут вот крошечные. Их можно так вести в три ствола и дальше. Итог какой? Что когда вы подходите к томату, он сам вам как бы покажет. Вы только присмотритесь и прислушайтесь, что он хочет. Он сам вам показывает. Или у него один ствол будет. Он хочет этого. Или два, или три. К сожалению, в теплице вот все запотело. Качество съемки уже портится. У нас на улице дождь. Туман, сырость какая-то. Но я надеюсь, что самую суть, которую я хотела донести, вы поняли. Что при формировании томата не надо их насиловать, обрезать вот эти лишние. Вот если вы видите, что два ствола, пусть они будут два. А если он идет один основной, не выдумывайте ствол из маленького пасынка, из какого-то. Не надо. Если нет полноценного, значит пусть будет так. До свидания. До свидания. Продолжение следует...